Все большие привет, добро пожаловать! Меня зовут Татьяна Потанина и сегодня наша с вами любимейшая регулярная рубрика Пустые баночки. Будем обсуждать, что из косметики у меня закончилось, а у меня здесь много всего интересного, и буду выносить финальный вердикт этой косметики. Что из этого я бы повторила еще раз, а что я точно не буду повторять и вам эту ерунду покупать не посоветую. Давайте начинать, погнали! Минутка полезной информации для тех, кто сейчас находится в поисках работы. В своих видео я вам неоднократно рассказывала о чудо-очистителе Бренд Фри. Я его просто обожаю, он стал моим верным помощником по домашнему хозяйству. Бренд Фри это молодой и перспективный бренд бытовой химии. Они очень быстро растут и развиваются. Представляете, они всего лишь за полгода стали номером один на маркетплейсе Балберес и выросли в 150 раз. Несмотря на такой удивительный успех, оказывается, команда Бренд Фри совсем небольшая, и в ней сейчас работает всего лишь 10 человек. И в связи с тем, что их бизнес активно растет и процветает, ребята ищут себе в команду новые таланты. И у них сейчас открыто несколько вакансий. Это вакансии финансового директора, таргетолога, маркетолога, менеджера по маркетплейсам, аналитика, логиста, HR-менеджера и проект-менеджера. Я оставлю ссылку в описании под видео. Перейдя по ссылке, вы сможете ознакомиться более подробно с вакансиями. И если вас что-то заинтересует, сможете оставить свой отклик на вакансию. Команда Бренд Фри имеет впечатляющий опыт работы и их бизнес стремительно растет. Присоединяйтесь к чуду, успеху Бренд Фри. Ссылка ждет вас в описании под видео. Ну что, начинаем разбирать пустые банки. И начну я с вот этих двух зеленых баночек. Это стейли, это шампунь и бальзам из линейки Витотерапия, увлажнение и восстановление. Вот эта серия специально для поврежденных волос. У меня как раз-таки волосы поврежденные, окрашенные в блонд очень-очень-очень долгое время. Сейчас, конечно, я в темном цвете, но все равно вот это вот, то, что у меня повредилось во время хранения. Хождение с блондом мне еще очень долго, на самом деле, отращивать, срезать, пытаться как-то восстанавливать. Хотя, конечно, нельзя восстановить волосы с помощью ухода, мы все с вами это понимаем. Но все равно всякие восстанавливающие питательные линейки, они так или иначе приводят поврежденные волосы в божеский вид, так скажем. Мне понравился, на самом деле, шампунь и бальзам, оба классные. Шампунь очень мягко промывает. Если у вас жирная кожа головы, я думаю, что вам может не понравиться, потому что здесь много в составе увлажняющих и смягчающих компонентов. И для жирной кожи головы это может быть too much. Может быть такое чувство, что волосы слишком быстро с этим шампунем грязнятся. У меня, в принципе, жирная кожа головы, но я часто мою голову, поэтому для меня это не скажу, что прям какая-то проблема. Но если все-таки хочется мыть голову пореже, то, наверное, этот шампунь, ну, не самый лучший будет вариант. А вот если у вас нормальная кожа головы или сухая кожа головы, тогда точно можно присмотреться. Бальзамчик. Бальзам такой легкий, шелковистый по текстуре. Он классно распутывает волосы, делает их шелковистыми, блестящими и мягкими. В общем-то, что еще от бальзама надо? И плюс еще эта линейка приятно пахнет и недорого стоит. Вообще, почему-то Estelle как-то в благосфере принято немножко так хейтить. Много я про Estelle такого, знаете, вижу типа Fee Estelle Снобского. Но я, честно, не понимаю, почему по мне так Estelle один из лучших российских, именно профессиональных брендов для волос по доступной цене. В принципе, практически все, что я пробовала от Estelle, мне нравится. А я пробовала и из бюджетных линеек, и из более дорогих линеек, и из линии Estelle Couture, которая у них вообще типа самая дорогая. Короче, мне нравится бренд Estelle. Не понимаю вот это вот Снобское отношение к нему. Следующее, что у меня закончилось, а что возьмем, а что возьмем, а давайте возьмем вот это. Потому что это у меня не закончилось. Это я выкидываю практически в полном объеме. Это у нас крем вокруг глаз от бренда, по-моему, It's Skin. Здесь все на корейском непонятно. Да, это бренд It's Skin, называется крем Power 10 Formula Eye Cream. В общем, это должен был быть такой увлажняющий, смягчающий, напитывающий крем вокруг глаз. Но по факту он какой-то настолько никудышный. Во-первых, это не крем. Во-первых, это гель. Во-вторых, он ничего не делает, кроме того, что создает такую тоненькую прозрачную пленочку у тебя под глазами. От него нет ни увлажнения, ни напитывания, ни разглаживания, сухих вот этих вот мимических морщинок. От него нет ничего, ничего. Поэтому я от него избавляюсь. И вам его покупать не советую. Прям какой-то супер неэффективный крем. Даже сейчас на руке он у меня образовал какую-то такую неприятную пленочку. Но при этом я не чувствую даже на руке от него какого-то увлажнения. Что уж говорить о коже под глазами. Еще один продукт, который меня ужасно просто разочаровал. Это такая вообще гадость. Это пилинг для кожи головы от Organic Kitchen из линии с Клавой Кокой. Я уже ругала этот пилинг у себя в Telegram. Кстати, подписывайтесь на Telegram, если еще не подписаны. Там у меня отзывы на косметику, обзоры покупок. В общем, там интересно и полезно. Ссылка будет в инфобоксе. Так вот, этот пилинг. Здесь вообще так все красиво написано в составе. Тут у нас и салициловая кислота, и экстракт бамбука, и ниацинамид, который регулирует работу сальных желез. И все прям так классно. Если посмотреть на состав, на третьем месте в составе стоит гликолевая кислота. То есть реально кислоты здесь в составе много. И этот пилинг должен работать. Но он вызывает у меня просто ужасные воспаления на коже головы. Я сначала не могла понять, что происходит с моей кожей. И никак не могла это связать с этим пилингом. Но потом отследила, что это реально от него. И как только я прекратила им пользоваться, у меня пропала эта проблема. После этого пилинга мне пришлось где-то, наверное, неделю восстанавливать кожу головы с помощью сыворотки лечебной. Чтобы все вот эти воспаления, высыпания прошли. Плюс ужасный какой-то зуд кожи. В общем, я это средство вас прям заклинаю. Не покупайте, не тратите свои денежки. Это что-то просто ужасное. Я не знаю, как можно было сделать такой продукт. Может быть, конечно, у меня какая-то индивидуальная реакция. Но мне вообще не подошло. Если вы пробовали, поделитесь, как вам. Лосьон для тела от бренда Organic Guru. Энергия и защита с витамином Е. Покупала в Magnit Cosmetics какой-то новый бюджетный такой типа органический Eco Natural бренд. Брала от этого бренда лосьон для тела и скраб для тела. Скраб пока что еще использую. А лосьон у меня благополучно закончился. Я его израсходовала до конца. Насколько я помню, он был прям какой-то максимально недорогой. По-моему, в районе там 250-300 рублей стоил. И за такую цену, знаете, это хороший продукт. Я, в принципе, с удовольствием им пользовалась. Он и увлажнял, и смягчал, и такой по консистенции приятный. И впитывался достаточно быстро, и жирной пленки неприятной на теле не оставлял. В общем-то, очень даже хорош. Понравился, понравился. Повторять, наверное, не буду в ближайшее время, потому что хочу что-то поинтереснее найти, что-то, может быть, получше. Но вообще, в целом, если увидите на полке по хорошей цене, можно брать продукт рабочий. Сижу, рассказываю о косметике, а сама просто млею от аромата персиков, который стоит вокруг меня. И этот аромат исходит от меня. Я сегодня разнашиваю новый парфюм от Джо Малон из своего нового аромабокса. И называется этот потрясающий вкусный аромат Нектарин Блоссом Энд Хани. Это прям свежие, спелые персики. При этом это абсолютно не душный, не тяжелый запах. Это такой, я бы сказала, акварельный аромат. Очень легкий, очень нежный. Вообще, в целом, все запахи у бренда Джо Малон очень легкие, ненавязчивые. Такие прям вот летящие, воздушные. Если вы любите такие ароматы, это тот бренд, которому вам точно стоит присмотреться. Мне еще очень понравился из этой подборки аромат Black Brand Bay. Это такая свежая, сочная смородинка, как будто бы только что собранная с куста. Но вообще, в целом, мне вся подборка в этом боксе понравилась. Тут нет ни одного запаха, который как-то вот мне прям не понравился бы, и который я бы могла как-то зафукать. А здесь у нас топ-8 ароматов бренда Джо Малон. Все ароматы, как обычно, это бывает в аромабоксах, в миниатюрных стеклянных флакончиках с распылителем. И объем такой миниатюрки полтора миллилитра. Этого хватает где-то на 30 распылений. Аромабокс это просто идеальный концепт для тех, кто любит парфюмерию. Для тех, кто постоянно хочет знакомиться с какими-то новыми ароматами, при этом не тратить на это много денег. Это вот как раз я такая. Я обожаю просто тестировать какие-то новые парфюмы, и аромабоксы в этом здорово помогают. И также это классный вариант для тех, кто хочет подобрать для себя тот самый единственный и неповторимый аромат. И быть точно уверенной в том, что это твой аромат, и он тебе подходит. Потому что часто бывает, что в магазине бегло что-то тестируешь, потом покупаешь флакон, приносишь его домой, и через пару дней понимаешь, что это вообще не то. И думаешь, блин, зачем я это вообще купила. Вот когда ты разносишь миниатюрку из бокса, ты уже точно понимаешь, твое это или не твое. Хочешь ты этот аромат в полноразмере или он тебе не нужен. Напоминаю, у меня есть скидочный промокод, который дает скидку 10% и суммируется со всеми скидками и акциями на сайте. Рандеву его можно применять на любые покупки, и на косметику, и на парфюмерию. Главное, чтобы сумма покупки была от 2,5 тысяч рублей. Прямокод многоразовый и бессрочный. Я оставлю его в описании под видео, и там же будет ссылочка на мой аромабокс. А вообще на рандеву, кстати, аромабоксы есть самые разные, по разным тематикам и по разным брендам. Например, там есть аромабоксы с ароматами чистоты, с цитрусовыми ароматами, с гурманскими, с офисными ароматами и даже различные подборки по знакам зодиака. Поэтому думаю, что каждый сможет найти для себя что-то подходящее. И еще это классный вариант подарка для любителя парфюмерии. А мы с вами переходим к еще одному продукту, тоже, кстати, из магнит-косметика. Это натуральный гель для душа, свежесть и бодрость от бренда BioHelpy. Тоже какой-то новый российский органический бренд. Я смотрю, прям пошел такой тренд, вот именно у российских брендов косметических, делать акцент на вот эту всю эко-органическую тему. Что это все такое вот натуральное, без СЛС, парабенов и так далее. И здесь как раз-таки вот то же самое. Этот гель без СЛС и парабенов, они тестируются на животных, в составе нет силиконов, 95% ингредиентов растительного происхождения. В общем-то все написано так о нем красиво, но по факту гель какой-то вот, ну никакой. Я его израсходовала, он у меня улетел очень быстро, потому что у него текстура довольно жидкая и пенится он весьма слабо. Ну это неудивительно, это гель без СЛС, как бы понятно, да, что пенообразование у него будет не очень хорошее. Но вот знаете, как-то он улетел и забылся. Ну то есть вот он не оставил у меня никакого яркого следа в воспоминаниях. Ну вот какой-то такой проходной, самый простой гель для душа, ничего такого в нем особенного. Пахнет как-то так, посредственно, не очень приятно, какой-то ну слабо пенится. Ну короче, не знаю, девчонки, вот, ну не знаю, нет, повторять я его точно не буду и вам я его тоже особо не могу советовать. Ну какой-то такой. Лучше, знаете, взять какой-нибудь гель для душа, там, даф или фа, они как-то и приятнее пахнут, и пенится лучше, и приятнее для кожи, а этот какой-то ну такой очень проходной вариант. Что у меня здесь еще лежит, еще у меня здесь лежит маска ночная для лица, баночка которой просто идеально сочетается с моей сегодняшней рубашкой. Эта маска от бренда Alex Skin, называется она Night Meza Mask, обожаю эту ночную маску. После нее кожа на утро такая классная, бархатистая, мягкая, увлажненная, напитанная, при этом она не жирнит и без того мою жирную Т-зону. Вот просыпаешься с ней после нее утром и кожа, ну блин, такая красивая. Короче, я очень люблю эту маску, она действительно классная. И у меня это уже, по-моему, вторая банка закончилась, и я с радостью ее повторю, потому что она реально рабочая и заслуживает внимания. Эссенция для лица от корейского бренда Juice to Cleanse, это эссенция с комбучей в составе, и она увлажняющая, выравнивающая. По-моему, производитель там еще обещает, что она будет бороться с высыпаниями. В общем, в целом, как бы она должна увлажнять и оздоравливать кожу. Я ее израсходовала, как вы видите, до конца. Я бы, знаете, ее, в принципе, наверное, повторила бы, если бы не цена, потому что стоит она, на самом деле, достаточно дорого. Она стоит где-то в районе, по-моему, 4 тысяч рублей, что-то там типа 3 700, какой-то такой на нее прайс. И я думаю, что для этого продукта это все-таки весьма высокая цена, потому что в целом эта эссенция не делает ничего сверхъестественного. Да, она приятно увлажняет кожу, но есть другие эссенции и тонеры, которые дают, в принципе, такой же эффект. То есть я от нее не заметила чего-то экстраординарного, за что я была бы готова заплатить такую цену. Как бы хорошая, но думаю, что цена на нее завышена. Кстати, вполне вероятно, что в Корее она будет стоить в разы дешевле. Вот не знаю, мне кажется, что вот есть у меня такие мысли, что у нас в России как-то ее продают дороже намного, чем стоит она в Корее. Ну вот как бы в целом хорошая, если вам не жалко такую сумму потратить. В целом хорошая. Что еще у меня закончилось? Закончилась у меня очередная банка пенки для умывания от тоже корейского бренда Кумихо. Это пенка для умывания с цитрусом. Знаете, такая вот классическая корейская базовая пенка, которая из маленькой горошинки распенивается в густую такую обильную пену. И эта пена очень хорошо очищает тебе кожу практически до скрипа. Я вот такие корейские кремовые пенки люблю летом, потому что летом у меня кожа очень сильно жирнится. И вот как раз летом мне хочется немного так усилить свое очищение. Если зимой я люблю прям максимально мягкие средства для умывания, то летом вот иногда мне хочется прям вот как следует очистить кожу. И вот такого плана пенки очень хорошо с этим справляются. Недорогая пенка продается тоже в Магнит Косметик. Если у вас жирная кожа, то попробуйте. Для сухой кожи, думаю, что будет слишком агрессивная. Еще из... О, у меня сегодня прям что-то много корейского. Крем вокруг глаз от бренда Коксир. Наверное, так читается. Вита Си Брайт Ай Крем. Витамин-крем с витамином С, цинамидом и витамином Е. Неплохой легкий крем. У него такая кремово-гелевая текстура. Очень быстро впитывается. Дает легкое увлажнение. Могу его посоветовать только для тех, у кого молодая кожа под глазами. И кому нужно просто базовое легкое увлажнение. Если уже есть какие-то возрастные проблемы под глазами, то этот крем будет для вас слишком слабеньким. Еще давайте разбавим уход для волос, для лица точнее. Давайте разбавим уход для лица чем-то для волос. Это сухой шампунь от Прелесть. Из линейки Active Fresh. Длительная свежесть, без белых следов, яркий, чудесный аромат. Вот этот сухой шампунь от Прелесть мне понравился. Он хороший. Он хороший. Он и освежает корни, и убирает вот эту вот лишнюю жирность, придает рассыпчатость волосам, и достаточно приятно пахнет. Не скажу, конечно, что здесь какой-то прям помрачительно приятный запах, но такой, не сильно бесячий, так скажем, как у большинства шампуня, просто бесячий запах. А здесь такой, ну, нормальный, как бы пользоваться можно. А стоит бюджетно, работает нормально. Поэтому его могу посоветовать, в отличие от сухих шампунь и Прелесть для темных волос, которые мне совсем не понравились. Еще у меня закончилась очередная банка зубной пасты Local Lute Sensitive. Это зубная паста для чувствительных зубов. Она снижает чувствительность на 100%. Вот тут, кстати, я не заметила никакого эффекта именно в плане снижения чувствительности зубов. То есть вот мои зубы как реагировали на мороженое, так и реагируют на мороженое. Хотя таких паст я израсходовала уже не один тюбик. Не думаю, что она реально способна как-то снижать чувствительность зубов. Но при этом она очень приятная. Она хорошо очищает зубы. У нее такой мягко-мятный вкус. Она не будет вам разъедать слизистую рта. То есть она такая комфортная, хорошая, качественная паста. Вообще люблю в целом пасты Local Lute. Периодически их повторяю. Еще из ухода для волос у меня закончилась парочка от Angel Professional. Это шампунь и бальзам для волос. Шампунь, по-моему, для окрашенных волос. Да, для окрашенных волос. А бальзам, он для всех типов волос. Мне очень понравился и шампунь, и бальзам. Я бы вот с радостью эти средства повторила бы. Шампунь мягко, но при этом хорошо промывает волосы. Этот шампунь подойдет вам даже если у вас жирная кожа головы. У меня с ним волосы жирнятся медленнее, чем, допустим, с шампунем Estelle, который я вам показывала в начале видео. То есть он прям дает такую хорошую чистоту и рассыпчатость у корней. Бальзам очень классно распутывает волосы. И он превращает волосы в такое, знаете, шелковистое полотно. Волосы становятся после этого бальзама, как такие напитанные влажные водоросли. От него волосы просто супер классные, как после какого-то салонного ухода. Мне эта парочка безумно понравилась. Просто обалденная. Кстати, была в отпуске вместе с мамой и давала ей попробовать эти средства. Она тоже оценила, сказала, что они прям очень крутые. Хотя цена на них, ну, не какая-то там заоблачная. По-моему, 600 или 700 рублей стоит один флакон. То есть в целом, ну, не скажу, что это супер бюджет, но и не какой-то прям супер люкс по цене. Вот эти продукты очень советую. Из-за супер бюджета маска от чистой линии. Маска для лица от чистой линии. По-моему, она как-то называется очищающая. Здесь ничего на банке не написано, кроме того, что это маска для лица. В общем, это грязевая маска на основе глины и, по-моему, каких-то эфирных масел в составе. Но это не суть. Важно, важно, какой она дает эффект. Она очень круто чистит поры. Это какая-то копеечная маска за 200-250 рублей. Но от нее действительно классный эффект. От нее пропадают черные точки. От нее подсушивается воспаление. Она выравнивает тон кожи. Она сужает поры. Она просто шикарная. Я обожаю эту маску. Я ее обязательно буду повторять. Потому что это одна из таких супер бюджетных звездочек, которые я для себя открывала. Еще из ухода для лица закончился у меня крем от Clinique из линейки Clinique ID. Это такая интересная была у них линия. Точнее, не была. Она есть. Был такой у них интересный запуск. То есть, ты покупаешь вот эту вот баночку с эмульсией, либо с гелем, либо с кремом. В зависимости от того, какой у тебя тип кожи. И туда докупаешь отдельно вот такие картриджи, в которых находятся сыворотки с какими-то активными компонентами. И такие картриджи были с разным действием. И для проблемной кожи, и для возрастной кожи. И, по-моему, с витамином С. В общем, самые разные. И ты как бы делаешь такой конструктор из-за сыворотки и крема. И потом, когда ты нажимаешь на помпу, у тебя сыворотка и крем смешиваются. Классные, на самом деле, концепты. И мне понравилось. Я израсходовала до конца. Но сейчас в России, я не знаю вообще, проблематично купить или нет. Не проверяла. Если не проблематично и стоит адекватно, то тогда можете присмотреться. Мне вообще нравится вот эта концепция, что можешь подобрать именно активные компоненты именно для твоей проблемы. И подобрать при этом основу. У тебя жирная кожа, ты берешь гель. У тебя сухая кожа, ты берешь крем. Ну, короче, прикольная вот эта линейка Clinique ID. Если по нормальной цене продается, то можно смело брать. Патчи под глаза от бренда D'Alba. Они с белым трюфелем. И эти патчи направлены на то, чтобы увлажнить и повысить упругость кожи под глазами. И мне эти патчи просто безумно понравились. Здесь гидрогель какой-то прям супер тоненький и при этом очень эластичный и прочный. И этот гидрогель так классно прилегает вот к этой зоне под глазами. Во-первых, эти патчи никуда не скатываются. Они прям сразу прилепляются и держатся. Их даже не нужно, как 99% других патчей, постоянно как бы подтягивать вверх. Плюс они дают очень хороший эффект. Ты их снимаешь, и ты видишь, как у тебя эта зона посветлела, увлажнилась и напиталась. И кожа становится такая, как будто бы более упругая, что ли. Прям чувствуешь какой-то тонус кожи в этой зоне. И плюс здесь еще есть такая фишечка, когда гидрогель подсыхает, он меняет цвет с белого на такой прозрачный и желтоватый. Они, конечно, не бюджетные, но они действительно очень крутые. Эти патчи я прям с большущим удовольствием израсходовала всю баночку до конца. И их я бы точно повторила. Если бюджет позволяет, попробуйте патчи очень классные. И что у меня еще осталось? Давайте что-нибудь последнее разберем и будем на этом видео заканчивать. А вот, разберу вот эту штучку. Это у нас сыворотка для лица от бренда Marty Dermo. Мне попадалась эта сыворотка в подарок от Рандеву при одном из заказов. Они всегда кладут какие-то миниатюрки, пробнички. И вот положили мне вот эту сыворотку Marty Derm. Я вообще при этот бренд была наслышана много всего хорошего. Прям очень нахваливают этот бренд. Говорят, что у них сыворотки какие-то просто нереальнейшие. Ну, знаете, я вот израсходовала этот пробничек. Тут вот такая вот пипетка. Даже не до конца израсходовала. Чуть-чуть у меня здесь осталось. Хватило где-то, наверное, раза на три. И я вообще что-то не поняла всеобщего восторга. Это был просто такой какой-то легенький крем для лица с подсвечивающим действием. Все. Он ничего такого сверхъестественного не делал. То есть, если посмотреть там отзывы, пишут, что он прям преображает кожу. После первого применения ты видишь, как твоя кожа стала красивой, там напитанной и все такое. Ну, не знаю. Просто крем с подсвечивающим действием. Знаете, тысячу лет назад у Невеи был крем для лица тоже с подсвечивающими частичками, с такими, как будто бы такой микро-микро перламутр был в этом креме. Если помните, по-моему, какой-то такой розоватый крем был. Вот он был по сути, по эффекту точно такой же, как вот эта сыворотка. Только крем Невея стоит, как бы, ну понимаете, да, недорого. А вот эта сыворотка стоит, по-моему, вот этот маленький флакончик по цене целой банки крема Невея. Ну, в общем, я не поняла всеобщих восторгов. Ну, как бы такое, такое попробовала и забыла. Все, на этом заканчиваю видео. Буду рада, если вы подпишетесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Ставьте лайк и также всегда жду ваши комментарии. Делитесь вашими отзывами на те продукты, о которых я сегодня рассказывала. Обнимаю вас. Пока-пока. До встречи в новых видео.